Сегодня я подготовил для вас рейтинг из лучших квадрокоптеров с Алиэкспресс. Будем начинать с бюджетных моделей и заканчивать самыми топовыми. Ну а с вами канал Pandorum и мы начинаем. Ну а откроет мой список E99 Pro 2. Квадрокоптер E99 Pro 2 это обновленная версия популярной линейки дронов, которая имеет сходство с моделями компании DJI. Эта модель отличается от своего предшественника, модели E99 Pro 2, новым дизайном и улучшенными техническими характеристиками. Он улучшен не только внешне, но и внутренне. E99 Pro 2 обрел дизайн DJI Mavic Mini и более качественные материалы корпуса, в результате чего аппарат стал менее подвержен царапинам, а также намного меньше пачкается. Винты в свою очередь имеют защиту, так что полет безопасен практически при любом столкновении. Дальность полета была увеличена в полтора раза, что на 50 метров больше предыдущих версий, но также увеличилось и время работы, и теперь она составляет 16 минут на одном заряде батареи. E99 Pro 2 имеет на борту камеру, которая способна записывать видео и делать фото. Фото в свою очередь создаются в формате 4К, в результате чего изображение будет четким и насыщенным. Что касается видео, оно записывается с разрешением 1080p, позволяя вести любительскую съемку. Камера дрона подвижная и имеет угол поворота 90 градусов, в результате чего вы можете вести запись как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Также, как и профессиональные модели, квадрокоптер E99 может вести FPV-трансляцию. Данная функция позволяет транслировать видео с камеры без пилотника на смартфон или планшет в режиме онлайн. Устройство имеет оптическую систему стабилизации в пространстве. С ее помощью квадрокоптер лучше держится на месте и сопротивляется ветру. Очередным его преимуществом является то, что он складной и занимает минимум пространства в сложенном виде. В результате чего его легко взять с собой, ведь он уместится даже в карман. Квадрокоптер может взлетать и садиться автоматически, для этого нужно просто нажать одну кнопку. Заключительным бонусом является укрепленный кейс, который находится в комплекте. С его помощью перевозка аппарата станет еще удобнее и еще безопаснее. Этот мини-дрон станет отличным выбором, если вас заинтересовала тематика дронов и вы хотели бы окунуться в данный мир, не имея большого бюджета. Чем же он может похвастаться? Данный дрон выполнен в стильном и современном дизайне, к тому же он весьма небольшой. При особом желании он поместится в карман куртки. Управление он весьма легок и вы быстро освоитесь. Дрон хорошо себя чувствует при легком ветре, конечно в сильную негоду он не сможет удержаться, но с небольшим ветром он справляется. Управление осуществляется через пульт, а просматривать изображение можно через смартфон, который вы подключите к коптеру. Сама камера поддерживает 1080p разрешение и в целом картинка неплохая, только немного подкачала стабилизация, но это не критично. Аккумулятор тут средний, 10-15 минут полета максимум, но вы с легкостью сможете заменить аккумулятор и продолжить полет, если возьмете комплектацию с двумя аккумуляторами. Также для новичков станет отличной новостью, что по нашей ссылке вы сможете подобрать комплектацию со всем нужным, включая кейс и дополнительный аккумулятор, как я сказал ранее. LS11 Pro это небольшой складной квадрокоптер с функционалом профессиональной модели. Автоматически он умеет взлетать и садиться при нажатии соответствующих кнопок на пульте управления. Если вы только начинаете учиться пилотированию, нажмите на кнопку автовзлета и квадрокоптер поднимется в воздух на высоту 1,5-2 метра и зависнет благодаря встроенному барометру. Куда проще начинать свой полет с такой высоты, нежели с земли. Встроенная камера с трансляцией имеет возможность ручной регулировки по наклону. Снимает фото и видео с разрешением 480p и передает изображение на экран смартфона. Камера имеет широкоугольный объектив для большего охвата пространства. Через смартфон вы можете построить автоматический маршрут, по которому пролетит этот квадрокоптер, нарисовав на экране приблизительную траекторию, что очень и очень удобно. Также данная модель имеет различные комплектации, которые можно подобрать также по моей ссылке в описании. Этот дрон обладает складной конструкцией корпуса, благодаря чему размеры его компактные. В сложенном виде квадрокоптер по размерам сопоставим с современным смартфоном, только толщина будет гораздо больше. Чтобы взять с собой квадрокоптер не потребуются габаритные сумки, он легко может поместиться в обычный рюкзак. Учитывая бюджетную ценовую категорию, от камеры не стоит ждать сверхспособностей. Видео записывается в разрешении 1920 на 1080 точек, чего вполне достаточно. А разрешение фотографий составляет 3840 на 2160 точек. Камера не оснащена подвесом для уменьшения тряски, но при этом фотографии получаются вполне хорошего качества в 4К разрешении. Пульт дистанционного управления оснащен LCD-дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация. Здесь можно увидеть, насколько дрон удален от пользователя и на какой высоте находится. Частота полетного контроллера 2,4 ГГц. Дальность управления составляет 1200 метров максимум. Для квадрокоптера L900 Pro предусмотрена литиевая аккумуляторная батарея емкостью 2200 мАч, напряжение которой составляет 7,4 вольта. Полностью разряженный аккумулятор заряжается почти за 4 часа. В характеристиках заявлено, что при беспрерывных полетах заряда хватит на 27 минут. Конечно, на опыте эта цифра может быть чуть хуже, но в своем ценовом диапазоне это хороший показатель. GPS-дрон нравится многим пользователям, обладает компактными размерами и не занимает много места при хранении и транспортировке. Главным достоинством можно отнести его легкий вес и малые габариты. Наличие режима следует за мной, складной форм-фактор и компактные размеры. Качественную сборку, доступную цену, бесщеточные тихие моторы и угол обзора камеры в 120 градусов. Дизайн дрона E520S по-прежнему напоминает DJI Mavic. Корпус аппарата изготовлен из черного пластика с резиново-бархатным напылением, на котором не остаются следы и отпечатки пальцев. Однако пыль все равно образуется, но не так сильно, как на глянцевой поверхности. В собранном состоянии квадрокоптер E-Chain E520S имеет следующие габаритные размеры. 110 на 150 на 75 миллиметров. Компактность достигается за счет использования в конструкции складных лучей. Лучи легко разворачиваются до рабочего положения. Внутри находятся специальные упоры, которые надежно фиксируют их в развернутом виде. Камера квадрокоптера E520S жестко закреплена к корпусу. Дополнительные механизмы, которые бы обеспечивали ее поворот, к сожалению, отсутствуют. Камера держится на пластиковых ручках. Для записи видео заданного объекта или изменения ракурса требуется произвести поворот беспилотника в воздухе. Лучше всего это делать в FPV режиме. Модель камеры зависит от версии квадрокоптера, который вы выбираете при приобретении. Она может быть из 720p и 1080p или даже 4K. Угол обзора везде составляет 120 градусов. В квадрокоптере E520S предусмотрено два способа управления. Либо через пульт, либо через приложение на смартфоне. Пульт дистанционного управления имеет аналогичный дизайн к пульту DJI Mavic. Однако в данном случае качество материала, из которого он изготовлен, оставляет желать лучшего. Однако это позволило значительно снизить общую стоимость беспилотника. При этом само качество сборки хорошее. Элементы не болтаются, скрипы отсутствуют. Базовая комплектация этой модели предусматривает использование литиополимерных аккумуляторных батарей напряжением 7,4 Вт. Время автономного полета в пределах 14-17 минут. Время зарядки составляет около двух часов. Зарядка производится посредством кабеля microUSB, который входит в комплект поставки E-Chan E520S. Следующий дрон это L-900 Pro, только от другой фирмы L-YZRC. L-900 Pro от компании L-YZRC это подходящий вариант для оператора без опыта, который желает попробовать себя в роли пилота. Мощные батареи позволяют летать 28 минут без дополнительного заряда, а общая дальность полета составляет 1200 метров. Поэтому вы без труда доведете устройство до нужной точки. Также дрон имеет ряд особенностей, в числе которых высокоточный GPS, который может вести съемку в 4К. При этом угол обзора регулируется до 90 градусов через комплектный пульт. Высокие скорости, ведь устройство может разгоняться до 80 км в час. Бесперебойная трансляция и множество режимов, которые можно настроить также через пульт. Бесколлекторные моторы добавляют устройство надежности и удобства, а транспортировать его можно в комплектной сумке со сложными лучами для компактности. Дизайн SGRC F11 Pro достаточно угловатый и грубый, а полоски на лучах напоминают первые версии Mavic. Корпус сделан из прочного ABS пластика черного цвета. В сложенном состоянии размер составляет 176 на 105 на 80 мм, а в разложенном 450 на 405 на 80 мм. А вес составляет 560 грамм, то есть дрон достаточно большой. Летает F11 4K Pro на аккумуляторе емкостью 2500 мАч, который устанавливается в верхней части квадрокоптера. На нем есть кнопка, которая отвечает за включение квадрокоптера. Для этого нужно нажать и удерживать ее, чтобы он включился. Есть 4 светодиода состояния заряда аккумулятора. Загораются при однократном нажатии на кнопку. Основное отличие от прошлой версии это наличие двухосевого подвеса и улучшенная 4К камера. Фокусное расстояние составляет f2.15, а угол обзора 100 градусов. Камера поддерживает SD-карты объемом до 128 гигабайт. Рекомендуется класс 10U1 или выше. Видео может записываться со скоростью 30 кадров в секунду. И это основной момент, который отличает дрон этой ценовой категории почти от всех других, у которых есть скорость записи всего в 25. Но по некоторым данным есть поддержка 1080 со скоростью записи 60 кадров в секунду. Дизайн пульта выглядит современно, но возможно не всем удобно им будет пользоваться из-за углов. Антенны, держатель для телефона и ручки складные, что делает пульт очень компактным. Но этим никого не удивишь. Внутри уже есть аккумулятор, которого хватает на 3-5 полетов. Дальность управления квадрокоптером составляет до 1500 метров. Но даже если он пересечет эту черту, то у него есть функция возврата домой, которая автоматически срабатывает и возвращает на его место начало полета. Поэтому, как по мне, это очень отличный дрон. Сейчас все больше появляется качественных съемочных дронов весом до 250 граммов. Первые новости о выходе FIMI X8 Mini были еще в конце прошлого года. И вот наконец-то дрон появился в продаже. Дрон выполнен в белом окрасе, но вскоре будет и оранжевая версия. Размеры в сложенном виде составляют 145 на 85 на 56 миллиметров, а в разложенном 200 на 145 на 56 миллиметров. При весе без аккумулятора 159 грамм. Приятно, что FIMI не скопировали дизайн DJI, а сделали свой. Подвес камеры защищен пластиковым чехлом, который нужно обязательно снимать перед включением, чтобы не повредить механизм. На передней части есть черная полоска, которая похожа на систему предотвращения столкновения с препятствиями, но на самом деле это просто часть дизайна, это не датчики. На самом корпусе есть только два датчика расстояния и один датчик оптического потока на нижней части. Камера UX8 mini с разрешением 4К, стабилизируется трехосевым механическим подвесом. Делает она фото и снимает видео очень высокого качества, а плавность видео не зависит от скорости полета. Для всех записей используется внешнее хранилище в виде флешкарты, емкостью до 256 гигабайт. Своей памяти у дрона нет. Видео записывается в 4К, стоит 30 кадров в секунду. И в Full HD со скоростью до 90 кадров в секунду. Все в формате MP4, с максимальным битрейтом 100 мегабит в секунду. Есть кинематографические режимы Quick Shot, такие как Orbit, Spiral и Дроне. Производителям заявлено, что время полета в пространстве без ветра составит 30 и 31 минуты соответственно. По умолчанию дрон работает в режиме для начинающих пилотов. В этом режиме ограничена дальность полета, высота и скорость. Стабилизация происходит за счет трех систем, GPS, ТОВ и датчика оптического потока. Поэтому дрон стабилен даже при ветре, а в помещении вообще не смещается. Скажу, что на FIMI X8 Mini легче летать, чем на любом другом маленьком дроне до 250 грамм. По поводу пульта, то его переработали, но не сильно. Он все так же раздвигается в бока, чтобы вставить телефон в середине. Туда подойдет телефон любых размеров, в том числе планшеты. При идеальных условиях, то есть в поле, дрон может пролететь до 8 километров. Видео передается под технологией TDMA на частоте 5,8 ГГц. Обеспечивает стабильную передачу. FIMI X8 Mini это идеальный квадрокоптер для начинающих пилотов, кто хочет себя попробовать в создании видеоконтента, либо уже снимает и хочет улучшить качество своего материала. Ну а ссылки на все дроны из этого рейтинга я конечно же оставлю в описании. Вы же в свою очередь обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Ну а с вами был канал Пандорум. Еще услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...